друзья здравствуйте многие меня просили снять видео уделение котлей и тут я пока ходила поливала обнаружила что у меня уже растение переросло горшок горшок глиняный и корни со всех сторон и почему я его хочу делить потому что я вижу что при таком кусте ему не хватит питания чтобы хорошо процвести красиво куст достаточно большой а так как все заполнено корнями и коры практически очень мало поэтому я решила его делить как я это делаю когда глиняный горшок говорят что корни прилипают до прилипают но как горшок нужно замочить я до этого предварительно замочила его и но обычным ножиком я уже обработал у меня здесь секатор и нож еще якобы прокаливаю на огне на всякий случай это я всегда делаю при делении куста что я инструментами резала сухие корни там или еще что то но при резке растений обработка инструмента обязательно работа на этот можно сейчас я возьму нож и где части прилегающих корней я подрезаю здесь у меня вообще очень сильно приросшую и в эту что-то придется при отрезать значит не как есть минус глиняных горшков но есть и плюсы хорошо них они растут но очень быстро вытащили вот корни как мы его будем видеть главное выделение куста это время время у каждой котле и но различными мир это компании beginning начинают растик корни когда рост уже вырос и она начинает растить корни тогда только на начале роста корней можно ее начинать делить либо они еще не появились либо они скоро должны появиться например не здесь и есть рядом как линия вот она от нового ростика уже опускает корни то есть такие котлеи делятся в начале новых ростов у кого то что же не сформированная быть росту, у кого-то так. Это все в зависимости от котлей. Ну, конечно, делить этот рост непросто. Начинать я буду. Начинать. Вот тоже иногда я не знаю, как подступиться. Когда начинаешь отделять первую часть, уже потом более видно. Что я тут вижу? Я тут вижу последние три роста. Я могу их отделить. Эти последние три роста я оставляю себе. Мне не нужен огромный куст. Я отрезаю резом последних трех. Не дорезала. Что получается? Не так это все и просто отделить. Корни уже переплелись друг с другом. И отрезала я, по-моему, не три, а два тубера. И достаточно уже поздновато я начала делить, потому что корни уже хорошо пошли. Придется подрезать и корни, и все. Здесь я вижу три тубера. Ищу передних. Что-то уже начало двигаться. Дальше пытаясь это делать руками, что-то оставляя часть корней живых, где-то, где получается. И эти два тубера. О, первая пошла. Есть и корни. Вот она, деленка, о которой я говорю, о которой я оставлю себе. Два тубера. Два тубера передних и этот рост сверший. Я себе посажу. Посажу я в горшок. И мне не надо куст, потому что каждый рост у него уже будет свистеть. Дальше. Дальше у нас здесь другие передние, но эта часть не цвела еще. Ну, тоже передние. Это гиприд максимы на шилерианах. Следующие. Есть три тубера. С корнями живыми. Ну, где корни оторвались, я их убираю. Так. Откладываю. Две. Теперь начинаю что-то делать с задом. Здесь вообще он один в один растет. Что с ним делать? Вот я вижу, что тут еще есть конечный тубер. И надо найти его, откуда он растет. Нельзя кусты так взять и ножом порезать. Здесь надо рассматривать кусты, смотреть, что откуда идет. Здесь уже ком такой. Что откуда. Вот. Я тут вижу, что вот это разделится на две части. Потому что по-другому здесь никак. Да. Вот. Здесь вот нам придется резать, потому что они слишком заклетены. Вот что получается. здесь получилось больше но делить более нельзя да это все дальше задние туберы если их отделить они принципе жизни нормально не дадут мой смысл тут они будут поддерживать этот кустик мост дадут раз я уберу то что не его корни тут тупер отвалился я естественно уже ничего с ними сделаю так да все вот такая девиночка и еще подрежу беру корни старые пустые в принципе я и так посажу каждой есть точки ростов вернее почки но они еще не активны вот это называется задние туберы беремка зад и передние туберы передние туберы как как обычно выглядит более лысенькие что получилось получилось 4 деленки дальше я обрабатываю срезы обычно обрабатываю срезы максимом как-то мне больше нравится я знаю что и корицей обрабатывают и углем все это правильно в общем каждый выбирать способ какому здесь срез кладу здесь срез тут еще что то что то ладно все так здесь все больше срезов нет дальше я положу эти деленки их не буду сразу садить их положено сутки просушиться потому что я мочила полностью субстрат и нужно чтобы под эти срезы подсохли и завтра я уже посажу их в горшки и посмотрим что прошло в моем случае даже не день вчера у меня не получилось посадить их прошло два дня ничего страшного растения все равно подсохли и готовы к посадке начну я например садить на со своей деленки которую себе ставлю это два тубера корневая большая поэтому мне придется садить ее достаточно большой горшок корни то все живые они пересылки не было ничего я наверно все таки возьму этот горшок прозрачный аккуратненько корни и взяла я архиату 912 объясняла уже почему она мне нравится лучше сохраняет влагу питание все таки побольше также я сажу краю да кстати пока еще не посадила я развела келпак и перед посадкой посадке обработаю раз чуть-чуть влажная корневая дальше вот я краю потому что мне нужно чтобы пусть но несколько лет сидит как раз хорошо нарастет еще раз таки а еще раз таки и и как и и и и и и и принципе принципе нормально единственная забыла взять палочки одну секунду палочки потому что обязательно надо фиксировать проволочки замечательно замечательно встала и все-таки нужно будет крепить еще второй номер потому что она все равно вот так просили посажено меньше нельзя было выбрать вы сами видели корневая хотя вот как будто на если фотографировать кажется ой какой большой горшок нет он хорошо пойдет в нем так одну посадили дальше возьму пушистый который более задние туберы корневая большая но я не знаю сейчас по мере если влезет такой горшок знаю этот тубер отломался надо его убрать так корни многовато многовато я немножко их подрежу что осталось потому что удобно да я и дневой посажу я подготовила несколько горшков ну во что удобно будет в той здесь не придется садить посредине потому что я не знаю с какой части он выдаст детку детку а ростик поэтому я его сажу почему закладываю вот сейчас и на сверху мох потому что зеленка свежая корни не пересушены и корни как бы живые все поэтому лишнего заклада для того чтобы уложить ног сверху мне не нужно влажность достаточно большая прохладно ночью бывает в теплице до 12 градусов ниже я уже стараюсь чтобы она не опускалась включая дополнительный обогреватель ну в общем посадила резону сильно не углубляю но в то же время и немножко нельзя чтобы она сверху была растение небольшого будет пересыхать и фиксируем так руки такие черные может надо было в перчатках все дело что-то не получается у меня в них закрепим сюда листик в общем принципе она стоит вторая посадочка видно что я утрамбовала кору а по поливу я ее буду поливать только через дня наверное 4 на пролив чуть-чуть опрыскивание так ну это наверное я тоже сюда чуть-чуть буршный горшочек хозяйство как говорится пригодится даже вот смотрю что два дня она подсохла даже лучше да и вот например бывает все таки когда лестница она растет задние туберы что мелкие прикапываю по-другому никакой не посадишь здесь она стоит очень нет это все равно надо вроде бы кажется хорошо но не совсем так третья наша посадочка ну и последняя тут тоже корневая длинная зеленая тоже посажу в горшок и так как это последние туберы естественно я задние сажу краю а передние ближе чтобы было куда расти не копали куда-то куда-то хотела к заду или не к краю что-то пошло не так не сдвинулось ну и естественно фиксируем раз я могу этот немножко подтянуть потом со временем для высоты можно палочки убирать как раз хватило так все сделаем тут они что-то вылазили ну и мы будем чуть-чуть присыпем основная часть под ней зашла во внутрь так посадка получилась тоже передние туберы ставлю вирочки и из одной котлеи получилось 4 кому было интересно спасибо за просмотр